Всем доброе утро, дорогие коллеги, друзья, подписчики мои и люди, которые периодически смотрят видео и рассылки, которые я присылаю, читают. Вот сегодня получил такое письмо от Тины. Я делал рассылочку недавно, статью небольшую написал, системный трейдинг, если у вас система, и просто разослал на тысячу своих подписчиков или там две уже. И хоть я и прошу, чтобы мне не отвечали, так как это автоматическая серия писем, но вот Тина решила взбодрить меня своим комментарием и действительно взбодрила. Вот я тут сижу за чашкой кофе и хочу поразмышлять на тему ее комментария. Пишет она следующее. Здравствуйте, Геннадий. Думаю, все это извини за слово херня. Мы, мелкотня, ни за что не заработаем на Форексе никогда. Нам просто не дадут это сделать. Честно, надоел мне этот Форекс. Думаешь, вот-вот, а нет. Но желание доказать, что я отношусь к 9,8% аутсайдеров, не отношусь, заставляет снова и снова возвращаться к Форексу. Примечательно то, что статья никак не касалась Форекса. То есть, как бы здесь статья о проптрейдинге, о работе с акциями, то есть биржевом трейдинге. Но, тем не менее, поразмышляем немножко, исходя из 6-летнего опыта, который есть у меня уже, о Форексе в том числе. Но, прежде всего, давайте проанализируем состояние сознания человека, насколько человек осознанно пишет и какие скрытые блоки есть в этом письме. Смотрите. Ну, само слово херня, как бы, говорит о том, что, ну, действительно, человека все достало. Я могу ее понять, да? То, что оно взято все-таки в скобочки, говорит о том, что человек себя еще сдерживает, а не пишет, просто не думая ни о чем. Мы, мелкотня, ни за что не заработаем на Форексе. Это уже блок, который человеку, как бы, внедрили, да, общее массовое сознание. 98%, которые действительно не зарабатывают. Реально, может, и 100% не зарабатывают, но, тем не менее. То есть, это уже тема, которая витает в воздухе. Мы, мелкотня, ни за что не заработаем, да? Причем тут на Форексе можно было убрать. Достаточно. Мы, мелкотня, ни за что не заработаем. Но, на самом деле, тут Тина абсолютно права. Мелкотня, это как не зарабатывала, так и не зарабатывает. Мы к этому потом вернемся. Причем написано «никогда». Да, с точки зрения подхода мелкотни, безусловно, никогда не заработаете. То есть, как бы, нужно тогда просто пробовать всякие моменты схемы инвестирования. Сейчас появились пам-счета, там, где люди все-таки этим профессионально занимаются. Господи, положи своих 100 долларов там на 3-4 пам-счета и получай свои 3 копейки. На самом деле, приход... Вот еще одна фраза, желание доказать, что я не отношусь к 98% аутсайдеров. Ребят, не надо никому ничего доказывать, собственно говоря. То, что вы будете пытаться доказать, что вы не относитесь к кому-то, это абсолютно ничего не значит. Потом, кому вы собираетесь это доказывать? Поверьте, кроме вас, родных, всем абсолютно глубоко и конкретно наплевать на то, что вы что-то кому-то пытаетесь доказывать. Третий момент. Ну, относитесь к этому как к бизнесу. Ну, неужели вы думаете, что если вы решите создать какой-то бизнес и попытаетесь выинвестировать в него 100 долларов, сколько вы будете зарабатывать? Ничего. А 1000 долларов, если вы инвестируете, вы тоже ничего не будете зарабатывать? А 10 тысяч? Да тоже это не бизнес, собственно говоря. То есть, если люди вкладываются в реальный бизнес, ну, это там хотя бы 50 тысяч долларов, да, минимум какой-то, можно какую-то хлебопекарку там купить уже. Да и то этого мало, собственно говоря, чтобы начать, да. То есть, основная проблема именно в этом, что люди просто не понимают, куда они лезут. Вот же в чем вопрос. У меня есть знакомый, ну, трейдер, как бы, ну, как трейдер, у него свой уже динговый центр небольшой в Швейцарии. Так там счета в UBS от полумиллиона долларов открывают только. Только на Форекс, чтобы зайти туда. Только счет открыть качественный в нормальном банке. А мы тут все привыкли, ну, давай я там положу тысячу долларов и буду колбасить с нее на Форексе. По поводу того, что Форекс лохотрон, ну, в принципе, я тоже так долго думал. Да, основные деньги были потеряны на фьючерсах, на Форексе в 98 году, это сотни тысяч долларов. Но, собственно говоря, есть компании даже в Украине, тот же Форекс Тренд, который имеет лицензии, который работает, который выводит на ACN. Есть уже понимание того, даже Форекс брокеры уже пишут, что да, у нас есть такая-то программа, такая-то, такая-то. То есть, ACN, да, например, что если на ACN вывод сразу же, то мы получаем только комиссию с вас. Мы не выступаем здесь маркетмейкером, не выступаем дилером, дилингом, да. То есть, мы просто тупо переводим ваши заявочки на этот межбанк, да, и все нормально. Получаем свою часть комиссии. Вот при этом такие-то условия для минимума и так далее. То есть, эти вещи уже появились, дилинги уже тоже выросли. Третий момент. Как на Форексе, так и, собственно говоря, на акциях, на фьючерсах работают системы. То есть, работают, ну, скажем так, если есть система, которую вы можете описать роботу. Я уже показывал, скажем, схему, вот я покажу сейчас утренний трейд. Тренд, трейд еще раз. То, что работает машинка, вот машинка себе раскидала эти ордера, да, по мартингейлу, тупо вверх-вниз там с увеличением плеча. Вот она работает. Вот я просто слежу за тем, чтобы она, ну, не зависала. То есть, если вы собираетесь дирекционно торговать там на Форексе, ну, ребят, это проблема. Проблема, потому что вы же не робот, вам придется следить за этим. Вот у робота стоят условия. Будет здесь плюс 6 долларов, он закроет все эти ордера, да, которые закроют все висящие позиции и закроет ордера, которые отложенные стоят. Все, откроет по-новому. Моя задача следить, чтобы просто не было явно выраженного тренда на рынке. Это все, что я делаю, да. Значит, поэтому, ну, давайте заканчивайте уже с этим самобичеванием, и действительно надо находить людей, у которых есть какая-то стратегия, у которых есть, ну, слабого, типа, мщета появились, там не всегда они объясняют, что они делают, но есть реальная статистика. Если вы хотите, третий момент, о котором я хотел поговорить. Ну, господа, если мало денег, ну, занимайтесь просто инвестированием. И, то есть, вложите вот кусочек сюда, кусочек сюда, кусочек сюда. Не обязательно же пытаться из 100 долларов сделать миллион. Даже на опционах это невозможно. То есть, в основном проходит такой примерно круг, да, те люди, которые вот попали на Форекс где-то вот в 90-х годах, они сначала там активно работали, пробовали там учиться в разных псевдоакадемиях, проходили свои, набивали шишки. У кого более-менее получалось, у них, они набирали инвесторов, потом благополучно в 2008-м, да, слили эти бабки, потом набирали, а да, потом была, конечно, яма, сидели, думали, что делать, куда бежать. Большинство из них потом перешло, конечно же, на или фьючерсы, это уже биржевой трейдинг, или опционы, кому повезло с головой, или акции, когда появились уже пробтрейдеры, пробкомпании, да. Кстати, на Форексе это все тоже уже есть, то есть основное, что отличает профессионального трейдера от трейдера, скажем, вот этого, о котором пишет Тиночка, это то, что профитрейдер-то торгует серьезными суммами, и это не его деньги, ребят, это же не его деньги. Зачем же мне устраиваться на завод, да, со своей лопатой, со всеми своими делами, со всеми своими инструментами, и привести свой трактор, да, и пробовать что-то заработать, при этом еще занимают платить за него амортизацию и все прочее, да. Это ж дурня. Так вот, самое смешное, на Форексе тоже появились пропы, вот вам, пожалуйста, пробтрейдинг, FX проб, работа через Форекс Тренд, соответственно, доверяют этой компании, так же, как я доверяю. То есть, пожалуйста, нам надо показать, что вы что-то умеете, собственно говоря. На акциях давно, в основном люди, которые зарабатывают, у них все очень просто. Пожалуйста, приходите в пробкомпанию, открывайте счетик небольшой на свою, какую-то сумму небольшую, ну, ту, которая вам достаточно для работы по системе. Вот я тут описываю, какие вопросы задает лидер группы, да. То есть, нужен лимит потерь определенный. То есть, например, если у него нет лимита, ну, если его система для одного счета должна работать при лимите 500 долларов в день потерь, то есть, если у него там нужно открыть портфолио акций, я не знаю, из 10, то при лимите там 20 долларов или 50 или 100, его закроют в любом случае, вне зависимости от того, угадал он или не угадал, да. То есть, есть какая-то система, которая требует определенные лимиты потерь. Кому-то нужен вернайт, кому-то не нужен, кому-то нужен лазер, кому-то нужен стержник. То есть, все должно быть уже у вас готово, да. Нужен определенный рутинг. Кому-то ребейты нужны, кому-то они нафиг не нужны. Он работает, не знает, что это такое. Использует какую-то торговую платформу, котировки такие-то, да. Нужен дополнительный источник каких-то данных, графиков или каких-то новостных моментов, или не нужен. То есть, вот это все просто уровень уже, скажем, человека, который приходит с готовой системой. Да. Кстати, покажу, что я делаю, когда робот там подвисает. Я просто закрываю там висящую позицию. Закрыть. Нажал. Все. Вот это работа оператора. Дальше этот товарищ сам все растает опять по новой. И пошел себе колбасить. Вот. Идем дальше. Вот. То есть, когда вы приходите, задаете вопрос там, Ген, с какого минимума я могу, я хочу, я хочу вот открыть реальный счет. Да, я тут вот почитал, посмотрел там видео там Герчика там и так далее. Я хочу открыть счет. Вот. С какого минимума вы открываете счет? Ну, я сразу понимаю, что лучше с человеком не связываться, потому что, ну, все будут делать много работы, потом человек заведет там 500 или 1000 долларов, сольет ее за 2 недели или месяц. И мы опять будем делать много работы, выводить назад эти 20 долларов, которые остались. Ну, то есть, ну, дурня вяло текущая. Вот. И самый основной момент, о котором я хотел, собственно, сказать. Большинство людей приходят в трейдинг не для того, в результате, чтобы заработать деньги. Как ни странно. Для большинства людей, ну, их ангел-хранитель или карма, я не знаю, или судьба приводит их в трейдинг, собственно, с другими целями. Чтобы человека, а, напрячь по жизни, чтобы у него появились какие-то мысли в голове, чтобы он начал заниматься личностным ростом. Почитал какие-то книжки, в церковь сходил, в конце концов, утра в жизни и так далее. То есть, это просто позволяет человеку в муках вот этих вот борьбы, якобы с Форексом, да, вырасти как личность, кем-то стать в этой жизни. Понимаете? Особенно это касается нормальных ребят, которые в свое время там позалетали. Ну, у меня ни один знакомый слил там уже, к сожалению, могу сказать, но ни один знакомый слил больше миллиона долларов. Вопрос, как они забрали эти бабки на Форексе? Вот-вот из таких вот ребят, которые хотели там заработать быстро. Особенно это касалось там начала 90-х. Когда еще не знали, как работают дилинги там и так далее, когда все это отбивалось там за три месяца. Вот, то есть, ну, просыпайтесь, дорогие мои, любимые мои. Вот, ну, чуть-чуть, чуть-чуть серьезнее к этому делу относитесь. Поверьте, что становление трейдера – это десятилетие. У кого за 10 лет, у кого меньше, конечно. Но это огромные труды. Почитайте блоги даже успешных трейдеров, того же Транаана, который там в тяжелые часы пишет, что там, чуваки, я никому не советую в это лезть. Я также пишу, что, ребят, если у вас есть чем-то другим заняться, если вы по жизни в чем-то успешны, да, блин, расслабьтесь и занимайтесь этим. Хотя трейдинг – великолепное и прекрасное дело. И, конечно же, с учетом того, что появились уже и нормальные дилинги по Форексу, слава богу, появилась масса роботов, появились проб счета. То есть, есть возможность для инвестирования. Второй момент. Если вы хотите заниматься акцией, но это не обязательно интродей, да. Есть у меня несколько знакомых, которые даже выйдя там с академии, с псевдофорекс академии, успешно работают на… Уже прошли, конечно, другие программы обучения, все, уже у некоторых из них по миллион, несколько миллионов долларов в управлении на акциях. Но это не интродей, это средний срок, через тот же интерактив брокерс там или еще что-то. То есть, когда у вас есть шанс купить эту акцию там один к одному, или один к двум, там плечо небольшое, оставить ее и хайгнее. Понимаете, когда у них там четкие лимиты потерь, небольшие, да, когда они берут там оплату за управление портфолио. То есть, это целая система. То есть, не упирайтесь вы лбом там прямо в то, что вот из 100 долларов положили и давайте там прямо сейчас оно мне принесет богатство. Это идиотизм. Этого не будет. Ну и не нужно отчаиваться. Потому что в конечном итоге жизнь прекрасна и удивительна. Если вам хватит силы, воли, желания стать профитрейдером, вы им станете. Если семья выживет до этого момента, доживет до этого счастливого момента, вас не выгонит. Аккуратненько, пожалуйста, любите себя и своих близких, живите для них. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо.